всем привет дамы и господа сегодня у нас открывается новый скажем так выпуск или новый сезон игры farm simulator раньше мы играли на просторах американцев на их территории штат какой у нас штат был я не помню вот сейчас мы будем играть на нашей территории на кубани вот такие поля мы имеем собственность у нас единичка поле вот имеем мы сейчас на данный момент порядка 6 тысяч долларов приехали мы скажем так с пустым карманом но ничего мы это дело поправим будем трудиться на благо родины благо уже своей родины матушки россии вот ну что пойдемте для начала посмотрим местные достопримечательности карта для нас новая неизвестная что у нас есть есть у нас наличие комбайн посмотрим сейчас единичку поле засеяно она не засеяно так ладно поехали как вся техника у нас по ходу дела здесь поля вот такие вот есть у нас будет программы карманные заводы ну карта скажем так простенькая ровненькая тут у нас уже что-то посеяно непонятно это у нас какое поле четвертое поле как вы уже слышали сегодня был не уволен а скажем так пошел на повышение губернатор кубани сегодня мы будем бороться за его место есть у нас кусочек кубани будем мы трудиться ну я о чем могу сказать играл я на карте тоже российской федерации поселок был орлово по моему орловской области там было все вы знаете так посерьезнее чем здесь что-то оно мало похоже на российскую глубинку куда ж мы доедем до своего поля купленного что поделаешь поиграем мы на этой карте да здесь вот у нас зерно есть надо зерно убирать так полностью она у нас засеяно ну что тогда нам надо убрать комбайн сюда гнать надо брать прицеп и начинать трудиться здесь у нас вот склад рядом если что-то надо купить их ты денежки у нас уже тратится куда-то непонятно на что начинали мы было у нас 5983 по моему вот уже куда-то денежки убегают наши непонятно куда но куда-то убегают так с непривычки приходится постоянно тыкать на карту дабы не заблудиться вот увидели уже 7 долларов куда-то делись ну ладно надеюсь мы не обанкротимся здесь крайняк есть возможность брать кредиты а наверное у нас здесь кредит еще висит вполне реально надо будет проверить вот скорее всего кредит висит потому что технику мы не могли просто так получить за красивые глаза называешь ты меня колдунья ну что сейчас цепанем прицеп цепанем груз противовес и добрый путь так где у нас тут что сеялку вижу прицеп вижу так там вон культиватор вижу а с другой стороны зачем мне противовес сейчас так поехали будем продавать сразу откладывать мы ничего не будем потому что по финансам мы сейчас не в лучшем положении заедем посмотрим сейчас ситуацию с нашим кредитом если он вообще ну и собственно будем выплачивать сразу скажу шиковать мы так не будем как мы шиковали в первых на первых картах на американской версии на американской земле там у нас был спонсор офигенный всем он наверно известен этот спонсор ну кто не знает это скажу так взлом на деньги здесь мы этим баловаться не будем будет все реально приближено к реальной ситуации то есть вот как оно есть так оно и есть будем влазить в долги будем как то крутиться я не знаю но прибегать к таким вот способам игры ну просто не будем ну потому что так скажем это не интересно потому что в принципе добиться с таким вот спонсором можно да кредит у нас есть сто тысяч рублей ну в смысле долларов выплачивать мы пока не будем просто потому что мы останемся ни с чем так у нас какой то запас по деньгам должен быть всегда ну потому что просто сейчас мы соберем урожай да какие то деньги все равно будут но мало ли вдруг не хватит на посев там или еще на что то то есть то есть как бы ну такая ситуация плачевная немножко ну а кому сейчас легко живем в тяжелое время америкосы нам покоя не дают будь они неладны и плюс этот наш друг черный барак обама козни строит но это все мелочи жизни как сегодня было сказано в новостях будем трудиться на благо страны а трудиться нам придется так вот тут я не знаю такой момент а нет отлично я думал будет привязка к моим старым сохранениям в боте однако же нет здесь все как бы нормально насчет этого так вот здесь вот выедем сейчас да едет он катастрофически медленно но ничего это все приходящее сюда мы будем привозить силос когда дорастем до него сейчас это у нас а коровки у нас есть тут а вон она коровка нарисована есть курятники да все это у нас есть поедем срежем сейчас все равно не наше поле нам наплевать смотрите прорисовка земли какая офигеть даже на той карте которая идет родная такой прорисовки земли нету это наша родная земля российская ребята живем не кормим янки а кормим свою родную страну своих родных россиян так ну вот пока мы катались уже сто баксов улетело блин у нас еще и топлива на комбайне не очень много ну ладно поле убрать нам хватит потом заправимся что я прозевал этот момент надо было сразу заправиться дабы потом не париться по этому поводу так нам зерно убирать куда мы можем отвезти мы можем его отвезти на мукомольный или на жд станцию жд станция поближе поедем на жд станцию так сколько интересно он умещает этот комбайн птички поют отлично вот здесь вот пустырь небольшой есть да даже не то что небольшой а приличный такой вот для травы как раз вот сенокось дела милое дело вон там какой то олень прыгающий царь пушка что или какая то хрень местный парк да на самом деле я думал это будет офигенская карта но я немножко разочаровывал карта не очень конечно прикольная ну как не очень прикольно не очень прикольно в плане объектов в плане полей она очень даже прикольная просто потому что здесь поля ровные большие ну правда и стоить наверно будут быть здоров но ну вот так вот конечно так пум 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 ну что поделаешь ну что поделаешь так давайте знаете как сделаем что я нанимаю работника давайте сразу напишем маршрут нет поли поли какой номер единичка Здесь у нас никогда не составлял маршруты на комбайн, все время пользовался наемной рабочей силой. Сколько у нас тут жадкого этого комбайна, сейчас посмотрим. 5,5 метра получается, да? Что-то не пойму. А, радиус поворота. 9 метров. Разгрузка. При 90. Так, скорость. Все, в принципе здесь нормально, по идее должен сейчас работать. Смотрим. Блин, что он опять начинает у меня. Что-то не то, по-моему я делаю. Границы поля. Здесь наверное вот это надо сделать. Полевые работы. Так, показать границы поля. Да, никогда я на комбайн не делал. Сейчас попробуем, не получится. Ладно, будем или сами, или работниками. Стартовый угол. Стартовый угол у нас... Получается... Юго... Юго-запад что? Нет, юго-восток поля. Вот, юго-восток направление на север. Обработка краёв. Обработка краёв. Сближайся, запустить по маршруту. Ну, смотрю. Что-то непонятное он творит. Вот, зараза. А, он наверное возвращается просто на исходную позицию. Сейчас посмотрим. Просто нам не очень так выгодно. Странно, почему-то он в эту сторону не поехал. Что-то не творит. Какие-то периоды. Непонятные. Непонятные. Досиленные. Что-то странное творит. Это паренёк. Да, почему-то он прервал и начал с середины. Ну, ладно. Пускай так. Так. Мы сейчас нарисуем маршрут для данного характера. Продавать мы будем на станцию. Так. Так. Комбайн. Комбайн. Маршрут. Так. Вот это я что-то присылал. Работа с комбайном. Поле нам не обязательно. Вот отсюда поехали. Рисуем карту от этого первого поля. Ножи без станции. И. Собственно. Да, как-то не приходилось мне на комбайн делать. Вот такие. Ну, когда-то всё. Первый раз бывает. Где-то вот здесь вот поворот. Да, вот оно. Сюда приезжаем. Сюда заезжаем. Сюда заезжаем. Разгрузимся. Продадим наше хозяйство. Поедем обратно. Рисуем маршрут максимально аккуратно. Просто потому что, чтобы не перерисовывать его по 10 раз. Стараемся ехать аккуратно. Так. Пока мы едем. На. Принципе. Мы приехали. Ух ты. Вот это вельно. Тем временем комбайн у нас развернулся. Поехали. Да, вон он жатку уже поднял. Да. Небольшой такой эксцессик, звонок по телефону. Так. Ну что, вот здесь мы его оставим. Так. 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 Все. Конец маршрута. Настройки. Проверили. Это мы будем потом. Загрузка при. Разгрузка при 100%. Тентах. Выбираем комбайн. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, вроде все нормально, да? Тестим, запустим по маршруту. Смотрим, куда он нас заведет данный маршрут. Надеюсь, он не поедет по всему маршруту, а сразу заберет. Вот. Да. Еду к комбайну. Как-то печально пропустили мы вот эту вот первую часть. Надо было сразу создавать. Что-то как-то. А, вот оно. Я уже думал, Кузьмич начал тут нам мозг выносить. Но, однако, нет. Все у нас идет отлично. Сейчас посмотрим, как он у нас ездит. Если все нормально ездит, то... Тут, наверное, что-то и комбайн отъехал. Я не пойму, что у комбайна вообще бак никченый. А, нет. Нормальный бак. Ну, я так понимаю, тут нормально все идет у нас. Что мы можем еще одновременно начать делать? Одновременно мы можем собрать солому. Но... С солому нам собрать нечем. Хотя, почему нет нечем-то? Вот уже у нас стоит прицеп. И тоже можно продать. Продаем абсолютно все. Просто потому, что с деньгами здесь просто ахтунг. Так, заправлен бак у нас по полной. Вот. Ну, никто не говорил, что будет легко. Тем более, мы начали не с низкого уровня. А именно, по-моему, то ли... Да, средний взяли режим. То есть, чтобы нам жизнь не казалась малиной, мы взяли... Ну, посложнее немножко. Ну, не самый сложный. Просто посложнее. Ну, потому что, ну, как-то на самом легком режиме не очень прикольно играть. Во всяком случае, для меня. Вот. Сейчас мы следом за комбайном будем ездить, собирать зерно. Ой, зерно. Что он мне говорит? Солому. Вот. И тут же мы ее будем продавать. Потому что деньги у нас стремительно тают. Тает прямо на глазах. Вот. Надо только разобраться, где нам это сено, то бишь солому, продавать. Ну, ничего. Карта для нас новая. Найдем мы это место. Найдем и пропишем маршрут. Вот. Потому что денежки нам нужны, как никогда. А то придут коллекторы, и тогда нам труба. Так. Что мы имеем? Имеем мы солому. Опускаем. Мы. И включаем. Ух ты. Выскочил из трактора. Проказник. Ну, что? Собирать он не собирает почему-то? А почему он не собирает? Он не поддерживает солому, что ли? Непонятное дело. Непонятное дело. Почему он не собирает солому? Так. Грузовые прицепы. Да нет, он должен собирать солому. Скошенные травы, сено, солому. Странно, что-то делаем не так. Так. Что мы делаем не так? Непонятно. Включили. Так. Трактор у нас застрял. Почему ты застрял? Вдруг ты наш. Ты не мешай никогда комбайну работать, пацанчик. Все, ищет он комбайн. Так, мы тем временем переходим обратно к сбору соломы. Непривычно видеть такое маленькое количество денег. Так. Включить. Смотрим. Да, вот прошел сбор соломы. Сейчас мы быстренько пробежимся по ней. Тут у нас получилось ЧП. Сейчас мы вернемся. Соберем все остатушки. За соломы много денег не дают. Ну, и ожидать, в принципе, чего-то сверхъестественного, ну, скажем так, было бы неразумно. Но лучше так, чем никак. Так, стоп. Да нет, не получится у нас такое. Мы не сразу начали. Включим GPS. Не GPS, а это. Круиз-контроль. Опускаем. Собирает. Надо будет еще найти, куда нам данную салону скидывать. Потому что... Вот у нас, походу, Кузьмич уже поехал. Ну, давай, комбайн. Что, никуда не поедешь? Поехали. Я поехал, а он поехал. А, нет, Кузьмич. Кузьмич, зараза. Я думал, ты поедешь куда-то, а ты нам такие подлянки творишь. Мешать-то он не будет, надеюсь. Да нет, вроде не мешает. Ну, ничего. Потом, как закончим с уборкой данного поля, я пройду вот этот краешек комбайна. Уберу. Так, ну что, у нас здесь уже... полная... Да. Прицеп полный. Ну, теперь надо искать, куда нам ее скинуть, эту салону. Даже вот без понятия, если честно. Никогда салону не продавала. Всегда ее культивировала сразу. И, в принципе... Так, даже без понятия. Вот. Понятно, сигнал, да? Ну, куда? Ну, блин, даже не знаю. Может быть склад какой-нибудь. Или вот здесь вот. нет. Что у нас тут? Какой-то секретный съезд. Так, а у нас, в принципе, должен стоять... Так, сколько он стоит вообще? Сейчас мы найдем. Да, он стоит 25 тысяч. Охренеть! Столько денег у нас нету, если только взять кредит. Но на нас и так висит кредит. Мы просто не расплатимся. Значит, будем искать. Будем искать. Так. Мне кажется, вон там какая-то есть хреномантия. Может быть туда. Ничего не ясно. Уж печальненько как-то это все дело обстоит. Вот. Должен стоять такой амбар. И в нем немножко сена. В принципе, мне кажется, оно должно стоять возле какой-нибудь акцефермы или там коровника, например. Ну, что-то не то ничего. Что-то могло бы нам хоть как-то помочь. Так, туда есть смысл ехать? Туда смысла ехать нету. Давайте попробуем на склад вон туда связать. Так, 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 так. До упора и направо. Потом налево. так это москве однис трактор у нас уехал нет на разгруз нет что-то там прям много у него влазит как-то круто прям повернул так спешусь не вписался так вот здесь какой-то склад не знаю что за склад может быть да что что так резко поворачиваешь может быть здесь ее нужно втюхать но это вот нет это для зерна по-любому салона здесь не требуется понятное дело в этом крыле нет ничего значить значит беда ну что скажешь брать кредит ради салона я не знаю смысла нету по моему хотя у нас ее много в принципе будет ну тогда с нас денег брать будет пусть здорово по-любому она должна быть как так-то почему нету попробуем сейчас возле овце фермы посмотреть что-то просто ездим и жгем бензин так теплоцентраль биогаз может быть здесь еще что-то но это мы на обратном пути заедем так да вот такая вот неприятная ситуация нас вышла там клубок еще какой-то тоже не понятно что это смотрите разбираться не может быть чтобы не было этого места под салону так ну это мой склад где денег нам не дадут непонятнее никого но вот здесь вот есть место под салону вот она но блин я че тут не знаю здесь мне денег не дадут за ней я так понимаю че то не пойму как так это же солома нарисована может надо туда заехать просто да нет вот специальные места под салону оп че то было да глюк это был как же так а прям обидно досадно так это у нас налозные причиндалы не пойму нифига вот же тупо солома а это трава почему нельзя сыпать охренеть как-то беспредел какой-то творится так ладно здесь мы посмотрели здесь у нас ничего нету давайте заедем вон туда посмотрим потом просто сададем по прямой и как раз с грузин так что-то у нас а у нас разгружаться поехал что-то у нас заминка что ли там получилось денег у нас не прибавляется а только убавляется сейчас посмотрим ну и чего ты стал не стал разгружаться да чуть-чуть не смог проехать вот блин упырь ну вот хоть какие-то бабки появились запустить по маршруту значит маршрут мы будем пересматривать что-то не захотел он разгружаться засранец встал он не очень хорошие позиции не в той позе ладно едем дальше нам надо искать в принципе если мы насобираем эти деньги я разозлюсь куплю под соломы кое-как кое-как мы переживем этот момент будем сидеть на воде и хлебе благо зерно у нас есть и собственно зато будет у нас своя личная переработка соломы что-то я так понимаю на карте ее нету она по ходу только для этого коровника там или куда там еще и но коровок у нас нету и пока наверное не предвидится с таким бюджетом надо хотя бы кредит отдать чтобы не висел топор над головой и более-менее разобраться с местными достопримечательностями вот здесь посмотрите какой овраг офигенный так что у нас тут тут у нас какие-то дома и вон тоже что-то разгружается сюда вот что сюда разгружается непонятно да что-то сюда вот можно подъехать чем-то так но явно не соломы здесь у нас что разгружается тоже зерно вот здесь соломы не требуется походу облом пацаны в наше нелегкое время соломы не требуется никому так вот комбайн низкий уровень топлива давайте-ка мы наверное заправим его а что там у нас еще много обрабатывают да так давай прервать маршрут вот тут заправка кстати говоря рядом сейчас мы слетаем за топливом за топливом за топливом за топливом да комбайн конечно медлительный выключить надо уборочную машину но зачем нам сжечь лишнее топливо сжечь нам топливо не нать вот сюда приедем мы косить траву купим наверное потом пару коровок не они там я не помню две с половиной тысячи по моему стоят ну дороговато но не знаю не знаю посмотрим это явно будет не сегодня сегодня будем просто набивать немножко денег так набивать будем как сейчас мы так заправить сейчас мы будем пока заниматься сенокосом наберем сколько там надо нам денег для рубки деревьев потому что это самый прибыльный вариант и найдем место где будем пилить рубить деревья благо здесь зелени много то есть нам не сажать не выжидать ничего не надо главное заработать небольшой капитал чтобы купить самую необходимую самую дешевую технику потом все у нас попрет просто шикарно так вон тут даже есть небольшой как бы прудик прикольно включить машину где тут опустить а ну все она опущена в принципе сейчас я вот этот вот кусок соберу а то он что-то обленился и не стал собирать ее тоже чепушило так ну что разворачиваемся так запустить по маршруту все комбайн у нас заправлен по полной и ему хватит топлива это обработать поле здесь нам мешает он может может пока попробовать перезаписать маршрут на трактор прервать маршрут удалить маршрут давайте мы сейчас это дело обмозгуем записать маршрут и сразу запишем его дабы устранить вот этот вот маленький такой неприятный нюанс с той ситуацией что он просто не разгружался вот там всего-навсего надо было проехать чуть-чуть подальше и все было бы чики-пуки но вот здесь наверное вот так вот нажимаем q разгружаемся посмотрим как он будет это делать сам будет ли это делать или опять начнет тупить как самая последняя сегодня неблагодарная сейчас у нас уже 22 тысячи долларов ну из такого небольшого тупика мы вышли можно даже съездить проплатить ну если по ходу будет кредит там у нас сколько а у нас там 50 тысяч по-моему они даже 100 тысяч у нас там нет пока мы не будем проплачивать будем исправим оплатить там сколько-то денег досрочно мы погашать не будем нам просто не хватит опять загонять себя в такую сложную ситуацию не очень хочется так ну тут у нас все вроде выставлено ничего не надо запустить по маршруту смотрим да пошел он комбайн будем смотреть что там дальше будет происходить так нам надо что нам надо нам надо дальше искать где где у нас что так здесь значит нет здесь у нас ничего нет сейчас мы поедем ну тут вот мне кажется тоже ничего не будет здесь вот склад тоже под зерно зерно где тут въезд не поймал где тут въезд не поймал не поймал беда какая-то да здесь тоже зерно здесь некуда салону скинуть да что что будем делать а так ну ладно хоть мы проверим там вообще какая-то впадина ну ладно мы тут сейчас заодно небольшой обзорчик сделаем местных достопримечательностей а че ты меня не открыл то э тут че въезд а выезда не будет вот это да ха ха а как отсюда выезжать теперь че делать то эй ребяты или здесь другой выезд есть вот сюда может быть да судя по карте я че-то сомневаюсь что здесь еще один выезд есть прикольно вот я попал за подним это просто ужас какой-то заловили меня заловили меня я еще тут с соломой с этим бегаю как-то даже прискорбно интересно для чего вот этот пятак нужен здесь так что у нас там провалимся мы наверное разобьемся здесь да да как-то чудно я не понял а почему меня не выпускают отсюда как-то это все неправильно замуровали демоны где мне можно выехать отсюда нет 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 только не это да прискорбно придется ехать с другим трактором и выручать что у нас там противовес уже да больше мы туда не поедем там какая-то ух ты а вот этот вот трактор помощнее мне кажется ну может быть в принципе у меня груз просто был туда мы едем то хоть ну в принципе почти туда да да походу тупиковый там вариант это западня там какая-то аномальная зона шлагбаум не поднимается и выезд только один комбайн застрял у нас опять проделки трактора вот он почему-то не хочет отъезжать прям вот как-то катастрофически что-то у нас начинается первый сезон первый сезон скажем так в России однажды в России есть такой фильм называется однажды в Ростове сериал какой там про советское время тут какой-то тоже пустырь непонятный тьфу ты не в ту сторону мы по-моему поехали ребят да не в ту сторону поехали да смотрите здесь кстати место для покоса травы просто офигенское ну здесь вообще просто поле сумасшедшая под покос травы на сколько я карт играл нигде я не видел таких просторов офигенных вот здесь просто лафа какая-то то есть не надо не выбирать какое-то поле убивать под траву как я делал раньше то есть вообще офигенская тема так где-то у нас он здесь перевернулся надо еще посмотреть солому мы не рассыпали а то придется с вилами кузьмича казнить за за пьяную езду в принципе нам надо было просто вторым трактором подъехать и поднялся по шлагбауму а сейчас еще не факт что мы его сможем и прокинуть обратно вот в чем дело может нам его расцепить так и уже по отдельности переворачивать давай родной не мощи не хватает попробовать с разбегом смотри там какая-то хрень еще давай 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 опа ай молодца ну все трактор есть сейчас мы прицеп еще опрокинем давай 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 родной и в горку никак так давай 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 не получается ну-ка оп ай молодец так все значит с данной проблемой мы справились здесь у нас заполнение идет вот поехали дальше искать куда нам скидывать эту солому что-то нам солома добра не приносит от нее одни проблемы Кузьмич вон лоб себе поцарапал когда упал треснуло лобовое стекло и ему лоб поцарапало ну ничего у нас аптечка есть в тракторе он наклеил пластер себе зеленый такой советский который там с зеленкой обработан как он антибактериологический или как он там называется не знаю вот и все вот у него небольшие такие там типа сотрясения что-то есть ну у нас Кузьмич немножко безбашенный поэтому ему не страшно небольшие сотрясения они иногда даже полезны вот так что смотрим дальше что у нас тут есть может быть наконец найдем это место где нужно продать эту дурацкую солому так что-то я очкую теперь заезжать он у нас там горит что-то уже так ну это под силу с у нас объект да печалька просто печалька так вот здесь у нас что а вот она наверное ну вот мы и нашли ее на карте она никак по-моему не обозначена вот она по-моему эта фигня или нет или нет или нет или нет или нет или нет что у нас тут пробуем можно сюда заехать и разгрузить нет здесь солома не требуется я ошибся да значит они нас все-таки заставляют купить данное сооружение здесь наверное обработка это у нас бычки здесь что ли я не пойму коровки какие-то мычат но это явно не коровник здесь телята должны быть по идее ни въездов ни выездов ну там вон закрытое помещение какие-то лотки стоят под корм а вот сюда нельзя сыпать ничего вон там дверка открыта сейчас мы немножко не так заехали вот сюда сейчас раз здесь тоже походу соломы не требуется да вон хрюкают поросята здесь соломы не требуется а их покупать интересно здесь можно сейчас мы посмотрим вот смотрите телята есть а таз и поросята есть вот эта тема вот они телята двести пятьдесят баксов корова две пятьсот а поросята у нас по пятьдесят вот тоже прикольно так ладно не будем мы здесь задерживаться прям какая-то непрыха здесь у нас что здесь у нас опять зерно так опять комбайн застрял да что ж ты будешь делать то давайте вот так сделаем прервать маршрут запустить по маршруту так а че я мучился то мне надо было его просто на разгрузку отправить и все собственно стоять при разгрузке нет вызвать транспорт вызвать транспорт вызвать транспорт все он уехал дальше ну сейчас поедет на разгрузку тоже у нее там чуть-чуть осталось здесь соломы не требуется что же так то все уехало неуклюже осталось у нас вот еще два места посмотреть где может быть требуется солома вот здесь посмотрим сейчас так здесь тоже не требуется солома нефтяные вышки вон там так тоже сомневаюсь боюсь я опять этих шлагбаумов опять заедешь тут а потом хрен выедешь да вот она солома лежит ну слава богу я нашел это место было незабытое где ее покуп блин как так то здесь соломы не требуется вы чего ребята я не понял юмора вот же салона рассыпана здесь салона а вот все вот она туда не надо заезжать ну что вот побежал небольшое количество денег ну ладно хоть мы посмотрели местные достопримечательности тут может быть далоном я не знаю пару тысяч ну извините меня две тысячи долларов за труху которая да даже наверное побольше две с половиной да наверное две с половиной так понятно сюда нам бы сюда маршрут прописать было бы неплохо ну мы будем срезать я не буду ездить прям по дорожкам у нас надо экономить ребята так что мы имеем что нам нужно для лесозаготовки что у нас вот оборудование для лесозаготовки нам надо спиливать и транспортировать уй как все дорого эта машина перевозит бревна понятное дело но у нас нету тягача это что такое перевозит перерабатывает по стану стружку это еще дороже ух ё-мое да здесь все катастрофически дорого так а где у нас ну пилить допустим можно и бензопилой в принципе можно он даже купить и хускварну возьмем так теперь нам нужен какой-то погрузчик так ладно даже можно не погрузчик ну пила у нас есть сначала положено сейчас еще немножко денежек на объем и будет все же веселее да здесь конечно поля шикарные просто мне вот просто обалдеть как нравится просто ровненькие без всяких выпендреживаний ух ты а здесь какие-то горы блин тут опять нужно перевернуться и вот смотрите тоже участок для покос травы кто-то вон там шашлыки жалил он даже пахнет шашлыками потихонечку следим сейчас дабы не опрокинуться нам да лучше здесь нам ездить по маршруту тут я смотрю ну ничего мы сейчас пропишем этот маршрут нам все равно придется нам все равно придется им пользоваться так опускаем и включаем вон наш трактор поехал разгружаться разгружаться а мы тем временем загружаемся опять ну вы скажете там да напряжно немножко там кстати ряд заканчивается вот смотрите мы даже половину не прошли я уже 20 процентов так ух ты да что ж ты будешь делать проказник зачем отцепил прицеп так ну посмотрим посмотрим сейчас допустим 1100 наверное по любому на объем на этих полях на этом поле потому что тут можно сказать вложений у нас никаких не было полюбора и растрат тоже особо нету ну кроме естественно кредитов вот 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 у нас там, опять вы посмотрите на него, он опять стоит, видишь что творится, он не хочет сам разгружаться, я не понимаю почему засранец какой ну все просто разгрузить, нажать и все почему-то он просто подъезжает и не хочет разгружаться ладно прискорбно конечно но что же сделаешь такова силявия в принципе нам не часто надо поглядывать но тоже не комфортно конечно вот так можно зевнуть этот момент и надо просто мне кажется другой маршрут положить допустим на склад он на этот может быть там будет сам он разъезжать так ну вот опять мы почти получаем полный пузов сейчас мы слезем разгрузим все у нас полна коробочка да вот все он конечно делает но вот еще бы он разгружал бы где-то значит косячок не очень это хорошо вот сюда вот сейчас повернем и по прямой тут еще у нас убирать и убирать да, но сотку мы по любому возьмем с этого поля если даже не больше и можно будет купить вот эту вот машину даже я поспешил наверное брать как его зовут то блин ну по как она вот эта лесопилка короче такая самая пупковая она там 200 тысяч стоит мне кажется таким темпом мы не скребем быстро потом посмотрим может быть даже поставим засип в поле если вдруг не хватит денег вот все вот 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 то есть как бы в принципе это все решаемо так что смысл ставить вот эти вот всякие патчи на деньги либо просто прописывать себе кучу денег это просто не серьезно все в принципе можно сделать самому без особых усилий да что ж такое звонки одни идут да алё чего ну ладно свет мне щас некогда екун коррек поговори говорит со мною мама о чем нибудь поговори так ладно что то я запамятовал где я вот сюда нам бревна надо будет возить вот они бревна походу лежат значит сюда нам бревна надо будет возить куда я куда то сюда вот она вот она солома да надо что то я опять тупанул хотел маршрут прописать вот горемы кота вот ну ничего страшного сейчас мы ну да где то две с половиной тысячи дают за прицеп с с соломой ну конечно не мешок золота но в принципе для начала вполне даже очень то есть вот тупо на одной соломе можно заработать ну наверное на хороший прицеп ну не такой шикарный прицеп прям там я не знаю пупковый какой-то а на хороший сейчас мы соберем солому и если мне если я вспомню конечно то обязательно приложу маршрут чтобы он сам все это хозяйство выбирал надо попробовать создать маршрут я не знаю можно здесь так так транспортировка работа с комбайном работа с прицепом конвейер удобрение пассив разные полевые работы может быть вот это ну давайте попробуем вот это вот и попробуем ну тут или вот этот или с прицепом конвейером тут как бы особо вариантов нет то есть либо этот либо этот ну давайте я не знаю прицеп конвейер хрен не знаю что за прицеп конвейер мне кажется вот это вот разные полевые работы ну мне просто кажется так а как оно на самом деле я даже без понятия так смещение от центра выбор поля первое рабочая ширина 3 метра наверное я даже не знаю стартовый угол какой у нас тут стартовый угол то юго-запад у нас да получается не юго-восток а двигаемся мы на север вот так вот по идее должно быть но кто его знает может быть и не так так спустить по маршруту ну не знаю не знаю посмотрим так не с ближайшей точки а ну наверное с ближайшей все-таки вот как-то так мне кажется ну да собственно так оно и есть вот он сам собирает солому такой вот момент надо чтобы он сам еще и отвозил вот в чем дело не знаю это по моему надо комбинировать не знаю есть тут кто вкладка вот копировать копировать движение, я так понимаю, вот этого комбайна сейчас посмотрим что он будет делать далее ну, что-то мне не нравится, как он поехал поехал он как-то вообще печально где-то у нас недочет опять застрял трактор ну, мы сделаем опять вызов трактора понятно не хочешь, да, по-хорошему ну, тогда придется да, вот какая-то вот здесь вот прям напасть у меня комбайн пошел дальше, да? да, пошел вот, мы видим, он проходит так, 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 так рабочая ширина это три метра, да, может быть три метра, а если сделать, допустим шесть метров, да да, вот так, шесть метров и посмотрим, что будет так в таком случае по идее, он должен ехать вот именно по редкам ух ты, мы можем не видеть не, увидим ну, смотрим смотрим, как он сейчас с собой пойдет нет, все равно упёртый малый так почему же так почему же так всем делает лишнее движение не нужно непонятно но тут даже никаких вкладок нет так ну вот собственно он двигается вот по такой вот траектории почему там почему непонятно смотрим да, вот он сместился опять так полна коробочка так нуждается в разгрузке отключите все приспособления теперь так вот этот надо нам сохранить на всякий случай сохранить это у нас первое поле 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 русское поле солома так, солома сохранить давай, сохраняй что-то опс что-то у нас а нет, все нормально я аж испугался думал, зависла игра так сейчас нуждается в разгрузке это понятно прервать маршрут вон трактор у нас очередной раз поехала сейчас мы вот отсюда тоже запустим так закрыть маршрут транспортировка и продажа вот это нас интересует начать запись ну что, поехали поедем мы по дорожке по этой блин, как-то не вовремя комбайн так маршрут у нас, сразу скажу, не из легких ленящий просто но все лучше, чем давить самому на клавиши подъехал он опять сейчас поставим на паузу блин, а вот, наверное, ему зря поставили на паузу, конечно неизвестно, как он себя поведет понятно опять что-то не нравится да, вот чуть-чуть бы он подальше проезжал и, собственно, он бы разгружался просто вот вы видите, табличка выскакивает да и, собственно, разгрузки на этого так, ладно, паузу убираем а, нет, все нормально, наверное пауза это просто, наверное, как раз для таких вот непредвиденных ситуаций если, допустим что-то там такое случилось то мы можем всегда нажать на паузу так сейчас по этой поедем дороге у нас все же правостороннее движение обратно поедем по леве в принципе, это скорее всего не для этого но сделанная дорога идет вот под этот вот я не знаю, что это сортирует что-то там местные поэтому поэтому ну нам просто надо как-то обезопасить свое присутствие точнее свое отсутствие за рулем трактора да у нас даже пламя горит солома не требуется то есть, как не требуется вы чего, пацаны так продаем солому едем дальше вот вы видите, пламя аж идет из трубы то есть, у нас адский трактор ну собственно, чем богатым ну что, едем дальше здесь мы разворачиваемся и по той же дороге едем обратно только стараемся прижиматься к правой стороне потому что не факт, что по данной траектории будет ездить только этот трактор скорее всего в будущем он вообще не будет ездить солому я просто собираю она особо денег не приносит но да и время отнимает прилично все же какой-нибудь там, я не знаю, лесопилкой заниматься будет гораздо выгоднее нежели вот так вот перевозить салон вот тем более если мне память не изменяет там порядка сорока тысяч стоит бревно то есть сами понимаете свалить бревно там буквально две секунды и просто нужна техника для того чтобы тащить его ну там я не знаю куда там на склад на этот вот мы его проезжали что-то непонятно здесь должны быть тоже точки их почему-то нет интересно углы пляшут так приближаемся на конце маршрута но ничего мы сейчас это дело проверим сейчас мы встанем в безопасное место где мы никому не помешаем и нам никто не будет мешать это безопасное место вот это так бам-бам-бам все да получается маршрута так ну в принципе да наверное сохраняем значит это солома да солома тоже первое поле первое поле и солома да что ж такое то пробел не поставил солома продажа или как нам лучше ну да продажи продажа так сохранить все сохранено сохранено сейчас мы загружаем новый маршрут сюда вот он становится надо уточнить почему вот он так ну запустить по маршруту смотрим ух ты все подожди а почему он у нас не включил все причиндалы походу причиндалы надо самому включать вот так раз запустить и включить все отлично поехал да уборка идет так я отлучусь на пару минут пусть он собирает соломы попью водички а то у меня уже они более просто софт так впрят не автомой там это оно все так нет или это в вы как ну на Продолжение следует... Продолжение следует... Прерывать маршрут и загружаем маршрут на перевозку, продажа. И запустить по маршруту. Смотрим, как он повезет, как он продаст, что будет вообще происходить и будет ли вообще что-то происходить. Ну, вроде как что-то происходит. Так, у нас застрял один трактор. Опять, 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 опять. Что ж ты творишь, беспредельщик? Так, просто не хочет он комбайн наш пропускать. Он злодей какой-то. Так. Смотрим. Вот он почему-то едет не спеша. Давайте мы ему зададим скорости побольше. Так, вот движение на поле. Сколько он? Ну, по-моему, больше не едет. Маневры. Да, что-то он совсем плох. Да, он, походу, быстрее не ездит. Ну, что ж, что ж поделаешь. В принципе, можно проверить. А! Видите, какая фишка? Да нет, выключено. Да, видимо, он по полю едет медленно. Не более 10 километров. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас он доедет до стартовой точки. И мы посмотрим, что будет далее происходить. Так, посмотрим, что у нас еще есть за техника и, в принципе, что мы можем замутить. Так. Где мы находимся? Мы находимся возле мукомольного завода. Вот этот трактор у меня просто офигеть как колбасит от него. Скоростуха 42 километра в час. Он просто рвет и мечет. Что же это за марка такая трактора? Буахрер какой-то. Сначала подумал, это Беларусь. Но беларусы у нас либо красные, это мини-тракторы, либо синие, в большей степени синие. Вот. Этот у нас зелено-желтый. Какой-то, наверное, я не знаю, немецкий может быть, а может быть какой-нибудь турецкий. Но не столь важно. Главное, чтобы он работал. Смотрим. Да, пошел он у нас по траектории с соломой. Но сейчас мы на него отвлекаться особо не будем. Пускай едет. Мы сейчас возьмем скорее всего культиватор и будем обрабатывать землю. Та, что уже так. Забуксовал где-то. А, вот оно что. Это что у тебя тут творится? Так. Начинаются какие-то эксцессы. непонятные. Что-то он начинает творить непонятные. Он, походу, хочет развернуться, но как-то неуклюже. Но вроде все. Вроде он встал в нужную позу. Опа! А этот летит. Просто летит как ракета. И вы видите, он уже добрался до пункта назначения. Сейчас мы посмотрим, будет ли он сам разгружать. Достигнут пункт разгрузки. Смотрим. Да, сам он разгружает. Молодец, Кузьмич. Видать, сотрясение у него уже вот эти побочные эффекты, которые не... Ну, там есть и плюсы у сотрясения, есть и минусы. Больше, конечно, минусов. как бы работоспособность Кузьмича она уменьшается в плане работоспособности в плане эффективности КПД. Вот. А у него какие-то извилины тоже замыкают, как вот проводка бывает такое-то. Провода окисляются, вот так же у него в голове тоже немножко так замыкает. Ну, он ударился и замкнул, видать. И вот с сеном ему с соломой нравится общаться и, собственно, работать. Так, это мы закрываем. берем культиватор. Так. Цепляем культиватор. И смотрим. Так, у нас с бензином все в порядке. Сейчас мы это поле начнем следом культивировать. Но мне кажется зря я наверное культивацию сейчас. Но мы посмотрим. Мы не будем особо спешить. Немножко он пройдет. Покультивирует. И в принципе ну чтобы просто техника не застаивалась и была в работе. нам нам так и так придется засеивать это поле хотим мы этого или нет. Поэтому надо как-то крутиться. Вот. Сейчас мы пропишем очередной макрос. на ух ты как его заносит. На работу с культиватором и пускай вкалывает. Так. Приближаемся мы к нашему полю. Вот это конечно не очень удобно. То что первое поле которое дается нам сразу оно находится так далеко его заносит вообще капитально этот трактор. еще бы 42 километра в час скорость. Так. Сейчас мы подъедем выставим трактор на исходную позицию и на этом пока будет все. вот значит что у нас тут происходит поехал трактор на разгруз капочки а здесь нам может помешать культиватор тогда нам его надо наверное сейчас посмотрим нет он нам не помешает так сейчас мы опять же прервать маршрут и закинем маршрут на салону выставляем в нужный где она тут у нас нужная полоса не собственно запускаем не пацан ты не прав но надо чуть-чуть сторон так екатерина говорит ты была не права да что ж такое почему-то прям вот упорно вот он идет в эту колею и все тут хоть ты его убей ладно пусть он поедет по этому маршруту что-то у нас не получается так запустить но он развернулся в принципе и сам поедет по той так что у нас с культиватором культиватор культиватор нанимать мы работника не будем скорее всего вот эта функция разные полевые работы выбираем поле так границы поля есть поле выбрано здесь по-моему ничего не надо менять смещение не надо так обучая ширина выбрано поле выбрано стартовый угол у нас по-моему я опять забыл у нас юго-восток двигаемся на север возврат на старт обработка краев но в принципе все так запустить ближайшие точки смотрим смотрим что мы имеем как-то он неуклюже мотивирует все наверное знаете что куплю пускай мотивирует магазин сейлки сейлку хочу купить которая без культивации вот вот такую хочу купить так а у нас же еще есть сейлки которые вот такие вот уборка сейлки сейлка вот вообще красава она стоит 150 долларов да вот мы ее ухо я что-то не посмотрел ну ладно подожди тут трактор нужен 200 лошадей у нас такого трактора нету ближайший трактор ну в принципе вот такой есть жестокий трактор ну ладно ближайший трактор у нас с такими параметрами будет стоить наверное будет офигеть сколько стоит я даже не знаю что-то близко нету такого вот ламборджини 200 тысяч стоит да наверное даже не знаю как быть даже не знаю как быть давайте попробуем вот такой маневр сделать купить вот такой трактор за тысячу долларов и сейлку 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 вот эту посмотрим будет ли эффект посмотрим во-первых ну тут ему еще далеко так у нас здесь так он прицепит и вообще не предназначен или этот трактор не предназначен для таких прицепов а нет что-то было вот можно прицепить так с этим все ясно здесь опять какая-то накладка не хочет он разгружать зараза устал я не знаю почему все руки не доходят надо прописать другой маршрут давайте удалим этот маршрут нахрен сейчас поедем заберем зерно с комбайном и пропишем маршрут на склад может быть там будет уже что-то что-то с чем-то надо посмотреть есть еще моды белорусских трактов надо будет установить какой-нибудь белоруса ну там трактор с этим сеном ездит уже набрал прервать маршрут и все гоняет рассекает по полю так 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 продажу допустить так этот у нас противорит молодец так поехали заберем сейчас зерно чтобы комбайн не проставил смотрите а вот он уже больше половины обработал либо половина шестьдесят шестьдесят тысяч денег у нас есть в наличии сдавали и отдаваем спай так ладно вот он у нас склад грубо говоря въезд у нас получается с одной стороны что ли непонятно как там да, походу с одной стороны развернемся сейчас вот здесь так, и надо рисовать маршрут работа с комбайном запись маршрута поехали въезд я так понимаю все же действительно с одной стороны только и ничего тут не поделаешь но в принципе тут места полно и шлагбаума нет, здесь спится ни за что посмотрим как он будет себя здесь вести тут даже ближе я не знаю что я туда езжу здесь даже, а нет вот он тоже въезд есть так все мы приехали отключаем что тут у нас по настройкам комбайн стоит и все, все вроде пропустить по маршрутам все вроде нормально пока сохранять я его не буду посмотрим его в действии если все нормально то значит все нормально смотрим что у нас здесь в салоне едет трактор ну конечно вот этот трактор не есть good даже не знаю как здесь выехать лучше но это все моды идут да если вот так вот брать это уже конечно идет ну не очень честная игра но в принципе скажем так возьмем его грубо говоря в кредит не знаю пройдем мы здесь как раз проходим нам еще надо заехать сейчас на склад и заправиться где-то здесь будет склад я все же наверное проехал я все же наверное проехал это наклонно действительно наверно проехал так А нет, это не тот склад, по-моему, мне, наверное, придется ехать, еще посмотрим, может быть, и здесь есть. Вот они есть, конечно же есть, как же так. Так, наполнить елку, посмотрим, сколько вам у нас съест денег на семена. Заполним мы ее полностью, потому что она все равно нам понадобится. Десять тысяч у нас ушло на семена. Да, собственно, бог с ними, с этими деньгами, просто потому что все равно рано или поздно нам придется... Нам придется... Так, вот так вот где-то встать. Чтобы никому не мешать, нам надо встать. Вот сюда, наверное, заеду. Опять. Ну что же такое? Так, у нас приехал... У нас приехал трактор. Так, 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 так. Полисолома. Собираем солому. Почему-то ты опять сюда заехал. Так, наверное, кофе не умеет, в принципе, он быстро ее собирает. Так. Вот, в принципе, мы, наверное, половину поля сегодня прокультивируем. Вторую половину поля я прокрутирую либо в следующей серии, либо оффлайн уже. Потому что играем мы уже очень долго. Играем мы очень долго и надо, конечно, сделать перерыв. Ну, в принципе, как культиватор догонит вот эту вот полоску с соломой. Так мы, наверное, и закончим. Так. Что? У нас он не сохранял, по-моему, да? Надо сохранить. Так. Сохранить. Значит, поле номер один. И культивация. Что-то мне не нравится данный патч. При сохранении маршрута. Большое, как подвисание такое. Ну, правда, не всегда, но оно имеет место быть. Что-то меня совесть замучила по поводу покупки данной сейлки. Ну, насчет сейлки не замучила, конечно. А вот насчет трактора замучила. Вот, хотели же вроде играть по-честному, да? Ну, сейлка, в принципе, она нужна, потому что, ну, на самом деле прикольно. А вот такой трактор, я даже не знаю. Нет, продам я его, наверное, все же. Мы за него тысячу долларов, по-моему, заплатили. Поспешил я его, конечно, покупать. Да, продать. Лучше накопить денег и купить. Сколько он там стоил? Вот этот ламборджини на 220 лошадиных сил. Вот, 200 тысяч он, в принципе, стоит. Мне кажется, это небольшие деньги. Заработать их, в принципе, можно. Ну, на крайне продадим какой-нибудь трактор, если что. Или просто взять кредит, как вариант. Если дадут. Что мы имеем? Так, 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 так. Здесь все. Вот только вот непонятно, как вот объединить данные два паршрута. Как-то можно, чтобы он заполнял и сразу отвозил. Сейчас мы культиватор отцепим. Съездим, посмотрим, дадут нам кредит или нет. Неизвестно, могут не дать, потому что у нас и так висит кредит один. Не погашивая. Я сомневаюсь, конечно, что нам дадут. Но нам бы он сейчас очень сильно пригодился прервать. Сейчас мы отцепим культиватор и изгоняем, посмотрим. Здесь у нас, по-моему, недалеко до магазина. Ну да, ну да. Магазин или здесь есть еще банкоматы какие-то. В принципе, если наткнемся на банкомат, то тоже как вариант. Но пока что-то нет. Банкомата. Застрял у нас опять трактор какой-то. Смотрим, какой это трактор. Это комбайн. Но у нас что-то застревает постоянно. В прошлой игре у меня таких проблем не было. когда я работал на американских полях. Так, вот у нас есть возможность проверить или взять еще кредит. 5 тысяч евро. 5 тысяч евро. Но это мало нам. Давайте посмотрим. Нам нужно банк. Поксимальный грамм 200 тысяч до печали. Тоска и печаль, тоска и печаль. Ладно, мы заработаем эти денежки. Там у нас в принципе... А если, допустим, вот этот трактор продать за 40 тысяч, мы вряд ли его продадим. Сейчас посмотрим. Р... Да, в принципе... Сейчас вот зерно еще продадим. И у нас будет вообще офигенски все. Нам как раз хватит впритык денег на покупку трактора Lamborghini. Вот. И наконец-то можно будет засеять поле. Вот. И не нужен нам будет культиватор. Вот. Вот. Я его скорее всего продам. Как куплю у трактора. Вот. Смотрим сейчас. Что-то я не помню. Приезжал сюда, уже сам разгружал. Нет? Может быть, здесь тоже косячок сейчас будет. Косичела. Заносит его, конечно, на виражах. Да, засранец. Он и здесь не хочет разгружать. Не знаю я, что... Как с ним бороться. Он просто не хочет с нами дружить. Чуть-чуть надо было вперед проехать. И все было бы просто замечательно. Вот у нас уже 200 тысяч рублей. Имеется в виду дулов. Сейчас мы можем себе позволить наконец-то трактор. Где он? Вот он. Но над нами висит топор. Топор долго. Вот он, наш трактор. Так, что я хотел? Я хотел продать культиватор. Продать культиватор. Ну да, и сами видите, он уже и летает побыстрее. Следующий я, наверное, все же не буду покупать на лесозаготовку машины. Я куплю... Посмотрю сейчас, сколько он стоит. Комбайн. Побольше комбайн, чтобы был. Да, комбайны здесь, конечно, стоят сумасшедшие деньги. 430. И плюс еще жадко. 430. Да, 500 с небольшим надо. Это мне работать, работать и работать. Да, наверное, все-таки придется. Придется заниматься лесопилкой. Как ни крути, а придется. Так, я не туда поехал. Смотрим, что у нас. Приехал, он приехал. Прописываем опять маршрут. Так, надо удалить старый. Точнее, не удалить, а выйти из старого. И на салоне. Все, собственно, как и всегда. Чуть-чуть сместим его вот так вот. Чуть-чуть сместим его вот так вот. Да, что-то... Ну ладно, фиг с ним. Не будем убрать это в голову. Особенно салоне мы все равно не зарабатываем. Ну, пропустим кусочек. Что теперь? Культиватор нам не нужен. Поэтому мы его продадим в связи с тяжелым материальным положением. Вот. И лучше эти деньги постепенно будем отдавать кредит. Трактор сестрял. Вот. Что-то я не понимаю вот этой фишки. Почему? Так. Главное, процесс идет. И это главное. Вот здесь мы поворачиваем. Да, поля я покупать не буду пока. Будем работать на одном поле, потому что и так сейчас не будет. Лучшие времена. Купили мы трактор. Купили мы трактор. Влезли в сумасшедшие долги. Имеем кредит на 200... Это не 200... Да, на 200 тысяч. Почему нет-то? На 200 тысяч имеем кредит. И это не очень хорошо. Нам надо расплачиваться. Ну, 5 тысяч. Давайте проверить состояние финансов. Давайте заплатим. Вот так вот. И поедем. У нас есть 2 тысячи долларов. На мелкие расходы, скажем так. На карманные расходы. Ну, в принципе... На этом все. Заканчиваю я, наверное, видео. Вот. Сейчас я подцеплю сейлку. Проверю работоспособность. И, в принципе... Заканчиваю. Потому что... Вон там у нас трактор зажигает уже салон. Потому что... Ну, в принципе, это однообразная уже... Вся ботва. В общем, будем постепенно, потихонечку. В течение недели, мне кажется, расплатимся мы с долгами. Кстати, подходит он по цвету. Мне данный... Данная сейлка. К этому трактору. Сейчас... Там у нас... Чуть-чуть осталось, да? Сейчас мы засеем. Попробуем засеять... Этим трактором. Создал я макрос... Так... 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 Удобрение... Удобрение и посев. В принципе, все без изменений. Также... Все делаем... Единственное, что надо указать, по-моему, размер сейлки. Так. Радиус поворота. Так, загружать будем при нуле. Так, 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 так. Смещение. Поле. Рабочая ширина 15 метров. Старт. Юго-восток, направление север. Возврат на старт нет. Обработка краев. Ну, в принципе... Странно, а почему же он вот так вот повернул, да? Интересно. Я неправильно выставил, что ли? Да нет, юго-восток, направление на север. Ну ладно, пробуем. Че нам делать остается? Будет пустить по маршруту. Да, почему-то он все-таки сместился. Так, нет, так дело не пойдет. Смотрите, что он творит-то, а? Так, сложить. Не буду я им сажать. Не хочу. Посадим мы сейчас этим наемным рабочим. Либо, в принципе, можно по GPS-навигации. Кстати говоря, да. Почему я этим не воспользовался? Так, 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 так. Опустить селку. Так, все, едем по навигации. Навигации. Как видим, все нормально. Так, опять он у нас застрял. Блин, я даже не знаю, что делать. Он уже просто задолбал этот трактор. Так, здесь у нас этот так и летает. Он уже набрал целый этот. И все равно летает. Вот, у него свербит в одном месте. Все, отправляйся в продажу. Чтоб тебя здесь не было. Блин. А мы-то выключились. Так, запускаем. Включаем навигацию. И едем дальше. Начало было немножко смазано. Но, в принципе, там мы вильнули. И поэтому... У нас не должно сейчас возникнуть проблем с ровным засеиванием. Так что, смотрим. Пойдем мы, наверное, два-три раза. Поворачиваем. Все на автопилоте. Ну, почему-то вот... Ширина с шириной, конечно. Надо посмотреть. Здесь же еще можно выбирать ширину. Нет. Почему-то он ширину не взял. За основу. Одна секция, получается, идет в холостую. Вот, все. Стоп, 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 стоп. Все. Я не выставил сразу режим автоматической ширины. Ширины. Автоматической ширины. Так, теперь он будет на меня мозг выносить. Да, давайте мы тогда сделаем вот так вот. Пройдем. Подправим. Здесь расход не сильно будет большой семян, потому что будет одна секция всего лишь. Засеиваться. Ну, мы даже видим, насколько медленно тратится семинар. Зато просто не будет пустоты вот этой. Вот, мы уже 3000 получили долларов. У нас даже не 3, у нас было 1600, осталось. Ну да, где-то 2,5, как я и говорил. А не, не 2,5 тысячи получились. Странно. Ну ладно. Не важно. Сейчас мы повернем. Почему-то поворот не сработал, тоже интересно. Хотя нажимал. Трактор зажигает прямо уже по посеянному. Тоже прокажет. Трактор зажигает прямо уже по посеянному. Тоже прокажет. Попробуем пролить все это удобрение. Ну, денег у нас нет на удобрение. Придется пока работать без удобрений. В принципе, что поделать, что поделать. Ничего не поделаешь. Ну вот, как вы видите, засеивается все ровненько. Ну, мы сеем просто не ботом, а именно GPS-навигацией. Опять почему-то не срабатывает. Странно. Вот он приехал трактор за соломой. Сейчас мы его отправим. Так, этот приехал на место разгрузки. И запустим его на салон. Так, ну что. На этом мы прощаемся. Собственно, здесь уже все ясно. Убрали мы за первую серию почти все поле. Почти всю солому собрали. Ну, мы почти половину точно, наверное, собрали. Сейчас я еще погоняю туда-сюда, но уже за кадром. И, собственно, завтра уже будем смотреть, выращивать. Ну, короче, будет день, будет пища. Вот. Если видео всем понравилось, то подписываемся на канал, ставим лайки. Так же смотрим меня на стриме. Вот. Дальше будет просто обалденно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok